Варя Клюева 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 карьера. Ради развития в сквошей семье пришлось многим пожертвовать. Дети были маленькие достаточно, и в Нижнем Новгороде мы на тот момент жили, было удобно возить их. Команда увлеченных людей в Москве, которые и сами играют, и строят клубы, и помогают, они пригласили нас в недавно открывшийся клуб. Мы как думали, ну не получится, назад Нижний Новгород, сюда можно вернуться. Но участие в международных турнирах и титул чемпионки России всего лишь маленькие шаги на пути к главной цели Варьи Есиной. В данный момент за границей единственная возможность совмещать и сквоши, и учебу, и оставаться на хорошем уровне. То есть есть команды, и они ищут для своих команд университетов хороших игроков, и если игроки не могут заплатить за свое обучение, то они платят за них, то есть стипендии, гранты. Престижные зарубежные вузы остро нуждаются в игроках сквош-команд, отслеживают международные рейтинги и стремятся призвать будущих звезд сквоша под свои знамена. Когда я работал в Киеве, трениры, которые тогда играли на самом высоком украинском уровне и зачастую и выезжали в Европу, они сейчас создали, то есть тем самым они себе создали возможность поступить именно в Америку. Я точно знаю, что это Тринити и второй это Ель. Мы привыкли к мысли о том, что спорт высших достижений это абсолютная дисциплина, сборы, тренировки, режим как в армии и как следствие сломанная детская психика. Но и тут сквошь отличается своим самобытным подходом. Учить спортивным навыкам это не самое сложное. Самое сложное это именно то, как они себя ведут между тренировками друг с другом и построить именно этот процесс по самому телу. В Куб Москва, тренировочную базу главной юниорской команды в России, было сказано много хороших слов. Но мы решили, что лучше один раз увидеть все своими глазами. А чтобы почувствовать все на собственной физической форме, было решено провести персональную тренировку с чемпионом России по сквошу Владом Титовым. А еще говорят, что для того, чтобы заболеть сквошем, достаточно лишь одной тренировки. В сквоши играют у нас все стены, соответственно играет боковая стена, играет лицевая. Но боковая используется только как вспомогательная, чтобы попасть по лицевой. То есть мяч обязательно должен коснуться лицевой стены. В том же теннисе, допустим, не всегда получается мяч через сетку перебить, не всегда получается ударить так, чтобы мяч не перелетел за аут, да, соответственно здесь просто стена, а вот стена достаточно большая, соответственно по стене попасть очень легко. Рука должна быть расслаблена и, соответственно, таким образом должна попасть, плечо не зажимать. Подкидываем мяч и направляем его выше средней линии по диагонали. Упс! Я тебе скажу даже больше, это прям тянет на бигиннер. Все, спасибо. Молодец. Еще раз пробуем. Но уже ближе. Смотри, это четвертая подача, и она почти получилась. Ага, вот, промах. Начинается. Это первый. Ничего. Хорошо, да, правильная подача. После этого, соответственно, начинается розыгрыш. Нужно бегать, отбивать. Что ж, все оказалось не так просто. На первый взгляд главная задача попадать ракеткой по мячу, которая отскакивает от стены и пола. Но после нескольких подачи розыгрышей Влада стало понятно. Сквош не просто так называют формулой 1 ракеточного спорта. Как видишь, сразу же с первой тренировки у нас начались очень быстрые передвижения. Это основная из преимуществ сквош. Действительно, одной из волшебных особенностей сквош оказалось то, что уже в конце первой тренировки чувствуешь себя не просто человеком с ракеткой в четырех стенах, а настоящим сквошистом, без страха и упрека. Освоив пару основных приемов, сразу же решила бросить вызов главному энтузиасту сквош-комьюнити, если не во всей России, то в Москве уж точно. Иван Бородин быстро показал, кто тут главный. Я верю. Давай. Хорошо. Нормально, нормально, нормально. Вот. О, видишь, ты выиграла очко. Молодец. Вот ты сегодня пришла на тренировку, говоришь, я не занималась спортом миллион лет, я вообще не суперспортивный человек. Ну окей, давайте я попробую. Вот, пожалуйста, мы с тобой. Конечно, Влад талантливый тренер, да, но там ты побегала и получил даже удовольствие. 20 бёрпи за каждый мяч. В сквоше одна из самых классных вещей, которые есть, это просто бить. Когда ты видишь мяч, видишь стену, в руках у тебя ракетка, и ты с азартом подбегаешь и бьешь просто об стенку, и ни о чем не думаешь. Хорошо. Рано или поздно должно было это произойти. При записи этого сюжета ни одного видеооператора не пострадало. Мы в сквоше достаточно давно, ребята, которые занимаются поляризацией, и приходили в него, когда в него играло там тысяча человек, наверное, по всей России. И сейчас там мы усилиями достаточно большого количества людей, то есть это и владельцы основателей клубов, и ребята-спортсмены, и федерация сквоша такая есть, удивишься. Вот. Но это количество выросло там до 15-20 тысяч. Без картинки спорт мертв. То есть без картинки нету спонсоров, без картинки нету трансляций, нету глобального интереса. Сейчас России не хватает, по большому счету, одного или двух стеклянных мобильных кортов, на которых проводить самые важные зрелищные соревнования. В каждой стране, в которой сплошь хорошо развивается, у них есть главный турнир, он, как правило, открытый. Египетский, Египтеан Оупен, он проводится, то есть вот стеклянный корт, ставится прямо на фоне пирамид, ночь, подсветка, пирамиды, и очень красивые трансляции. За этим смотрит весь мир, которому нравится сквош. Как ни странно, именно с юниоров, ровесников сквоша в России, и началась история развития этого спорта в нашей стране. В свои 10-15 лет они уже прочно занимают позиции в международных рейтингах. До пандемии очень активно ездили наши юниоры на международные турниры. И я могу сказать, что если там российская сборная это далеко не самый конкурентный игрок в мире сквоша, то юниоры на европейском уровне вполне. Сквошисты от мала до велика живут, казалось бы, обычной жизнью, домашней и семейной заботы, школой или работой. Но несколько раз в месяц они собираются все вместе, чтобы посоревноваться вне возраста, формальностей и рамок. А кто-то для этого даже готов преодолеть сотню километров ранним субботним утром. В сквош я попал случайно, играл в большой теннис и предложили попробовать сквош. 1-0-0-0. Погнали! Дороги! У нас этот вид спорта в Рязани практически не популярный. Всего один корт и народу тренируется очень мало. В основном, скажем так, я тренирую детей своих и своих знакомых. Стараюсь популяризировать этот вид спорта. Мы открыли федерацию Рязанской области сквоша. Ну, пока только один корт и получается плохо. А по выходным мы приезжаем в Москву. Ну, добираемся мы на машине 3 часа, но как бы получаем удовольствие стоит этого. Отцы и дети на турнирах – коллаборация довольно популярная. Сначала Белобородов-старший привел сына в сквош, потому что увлекся им сам. Теперь юниор – участник команды и с уверенностью побеждает отца на корту. И хоть в силах Белобородова-младшего Сергей уверен, во время игр своего сына с эмоциями справиться не может. Когда играет Саша, я наблюдаю за его игрой. Вот это на разрыв сердца, да, потому что там его какие-то ошибки либо действия, я на них уже повлиять из-за стекла не могу. Даже есть такой совет родителям – не находиться очень близко за стеклом, чтобы ребенок тоже не видел вас и ваши испуганные глаза. Наоборот, где-то там смотреть из-за угла, чтобы не отвлекать ребенка во время матча на свои эмоции. У будущего российского сквоша есть свое лицо. И даже возраст. Юниоры готовы не только привозить победы с европейских турниров, но и передавать свежие навыки внутри родного сквош-комьюнити. Я из Красноярска родом, и там я начинал играть в сквош. Красноярский сквош тогда был на таком довольно низком уровне, очень немного игроков было. Я стал на мелких турнирах видеть ошибки других игроков, стал им подсказывать, стал помогать. И мне это понравилось, мне понравилось, что я могу давать людям сквош, давать людям что-то новое. И я стал тренировать. Каждый отдается и любит этот вид спорта, не только как спортсмен, не только как игрок, но и как просто человек, который несет себе частичку сквоша. И я до сих пор поражаюсь, как это все работает. У сквоша в России абсолютно уникальный путь. Во всем мире в него играют уже сотни лет. У нас же едва 15. Инициатива развития исходит от самих поклонников джентльменского спорта. Они своими силами тренируют детей, строят игровые корты и ищут спонсоров. С каждым годом сквош начинает играть все больше людей. И теперь еще плюс один. Людям нужно пробовать, людям нужно узнавать об этом виде спорта. Нужно убедить их прийти на одну тренировку. Дальше очень высокий процент людей, которые пробуют сквош, они в нем так или иначе остаются.